Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса, все об основных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Инна Щедрова, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Человек и чиновники, как доказать, что травму получил именно на работе? И я к вам обращаюсь за помощью обнародовать беззаконие, беспредел со стороны Приморского центра профпатологии по отношению к моему мужу Иеровской Юрию Леонидовичу. Готовим вместе! Очередной кулинарный поединок среди телезрителей восьмой канал провел со своими партнерами. Очень сложно было оценивать участников, потому что, к моему удивлению, все были подготовлены на очень высоком уровне, очень вкусная еда. А еще расскажем, как идет ремонт на Партизанском проспекте и кто стал самым сильным человеком Дальнего Востока. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Считается, что понедельник – день тяжелый, особенно если с самого утра нет горячей воды. С этой проблемой сегодня столкнулись жители порядка 50 домов Владивостока. Горячую воду на целых три дня отключили по улицам Аллилуево, Военное шоссе, Жигура и Котельниково. Причина – ремонт теплотрасс, на которых были выявлены повреждения во время прошедших гидравлических испытаний. Отключение, уверяют энергетики, вынужденные. Необходимо завершить подготовку теплосетевого хозяйства города к отопительному сезону. Вернуть горячую воду обещают 19 октября в 8 часов вечера, сообщает в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». И все же далеко не все ожидали такого отключения. Об этом говорит количество звонков только в нашу редакцию. Оказалось, не все управленцы многоквартирных домов донесли эту информацию до потребителей. Поэтому для некоторых отсутствие горячей воды в кране в середине октября стало настоящим сюрпризом. Этой теме сегодня мы хотели бы посвятить и наше зрительское голосование. Нам интересно, а в вашем доме предупреждают об отключениях воды? Если перед каждыми плановыми работами в подъезде появляется соответствующее объявление, что ж, предупрежден, значит вооружен, набирайте 249-88-06. Если же об отключениях вы узнаете лишь по факту, никаких предупреждений на доску объявлений никто не вешает, для вас номер 249-88-07. Итоги онлайн-опроса увидим в конце выпуска, а пока другим темам. А тем временем гонка за гектарами продолжается. Напомним, с 1 октября государственный проект по раздаче бесплатных участков земли стартовал абсолютно по всем территориям Дальнего Востока. Однако на практике желающие сталкиваются с множеством проблем. В регионе о Дальневосточном гектаре принято говорить как о чем-то немыслимом. Поэтому неудивительно, что на эту тему уже давно появилась масса шуток. Здравствуйте! Добрый день! Мы пришли получить Дальневосточный гектар. Да. Да вы что, правда? Блин! А его забрали! Вот только, 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 что, только, что! Чтобы облегчить процедуру, агентство по развитию человеческого капитала до 30 октября запустило на своем сайте опрос о наиболее востребованных мерах государственной поддержки, необходимых для успешного освоения Дальневосточного гектара. Напомним, что согласно программе, каждый гражданин Российской Федерации имеет право получить гектар земли на Дальнем Востоке. Пока этой программой могут воспользоваться жители нашего макрорегиона, но уже с 1 февраля она станет доступной всем гражданам России. А вот по состоянию на 17 октября подано около 6 тысяч заявок на получение земельных участков. Узнать подробнее о программе и получить гектар в онлайн-режиме можно на сайте надальневосток.рф. И немного об инфраструктуре, на этот раз уже в черте города. Ни одной заявки не подано на участие в открытом голландском аукционе на продажу самого элитного недостроя Владивостока – отеля «Хаят» на мысе Бурной. В связи с этим руководство АО «Наш Дом Приморья» приняло решение об очередном переносе срока проведения аукциона. На этот раз на 6 декабря, пишет Прима Медиа. Напомним, электронный аукцион стартовал в середине июля. Вместе с гостиницей будущий покупатель получит и все сопутствующие обязательства, в том числе долговые. По мнению ряда экспертов, существует вероятность того, что именно покупателю придется платить неустойку за нарушение сроков сдачи объекта. А если он захочет расторгнуть соглашение с «Хаят», то это обойдется ему в круглую сумму. Стартовая цена объекта – 8,5 млрд. рублей. Отдельно стоит отметить, что руководство региона уже неоднократно громко заявляло о том, что чуть ли не очередь выстроилась из потенциальных покупателей, лишь бы приобрести этот объект. Но, видимо, вновь что-то пошло не так. Следующая история для кого-то покажется слишком частным случаем. Однако мы уверены, с подобными ситуациями, возможно, в более скромных масштабах сталкивались многие. Пять лет назад жизнь крепкого здорового мужчины разделилась на до и после. Пытаясь потушить пожар на судне, где он работал, наш герой не знал, что вместе с пламенем прощается со своим здоровьем, а, возможно, и с жизнью. И уж тем более не ожидал, что за служебный долг в дальнейшем оплату за больничный ему придется выбивать через суд. Но больше остальных эта история удивляет врачей, которые искренне удивлены, как человек с таким диагнозом до сих пор остается живым. В непростой истории борьбы за справедливость и за выживание разбиралась моя коллега Алина Черненко. Юрий – механик, наладчик со стажем. Востребованным специалистом был до 6 июля 2011 года, пока в открытом море не случилось ЧП. На судне «Эль-Грека» на Ходкинской базе активного рыболовства произошел пожар. Мужчина вместе с коллегами ликвидировал возгорание. Я чувствовал дым. А это говорит о негерметичности маски. Также маска при выдохе запотевала. Это также говорит о негерметичности. Это может подтвердить любой специалист по пожарному делу. Уже на берегу Юрий узнал, что получил тяжелое отравление. Его госпитализировали в Приморскую краевую больницу номер один. Там мужчину обследовали, провели лекарственную терапию. После выписали с диагнозом хронический токсический альвеолит. Однако ремиссия длилась недолго. Заболевание прогрессировало. По статистике, средний процент выживаемости при этом диагнозе 3-4 года. Но Юрий продолжает бороться. У меня тяжелое состояние. Мне срочно нужна госпитализация, срочно необходимая чистка крови. Так как при моем заболевании она просто густеет и останавливает работу сердца. Вот этим характерно мое заболевание. У меня просто средств нет. Буду тянуть сколько смогу. По словам Юрия, до пожара у него был крепкий здоровый организм. А после инвалидность. Чтобы получить компенсацию за утраченное здоровье, мужчина обратился в Краевой центр профпатологии. Почти 4 месяца шло лечебное расследование. Несмотря на то, что в 2012 году доказано, повторяя судебной медицинской экспертизы, сохранялись основные симптомы заболевания, центр профпатологии расценил состояние моего мужа как полное излечение. В итоге Юрий Юровский на руки получил медицинское заключение. Годен по специальности механик-наладчик. Вернуться в профессию мужчина хотел, однако врачи констатировали. Выйдешь в рейс – домой живой не вернешься. Ведь каждые три месяца необходима чистка крови, которую в полевых условиях никто не выполнит. То есть бывший моряк остался без заработка и без жизненно необходимого лечения. И все-таки инстинкт самосохранения взял верх. Юрий хотел уйти в неоплачиваемый резерв на год, чтобы поправить здоровье. Но руководство компании «Бамар» в лице Олега Михайловича Даркина на встречу своему сотруднику не пошло, а лишь поставило условия. Либо ты принимаешь судно и уходишь в море, либо мы тебя увольняем по статье. От нас ты ничего не докажешь, ничего не добьешься и не получишь. В итоге в 2012 году меня уволили по статье за прогул. Это то, чем отплатила компанию Юрию за спасение судна. Ведь даже больничный лист Юровскому оплатили только лишь по решению суда через два года. Между тем состояние Юрия продолжает ухудшаться. А Краевой Центр профпатологии на учет по профзаболеванию его не ставит. Аргумент – заболевание общее. С этой трактовкой диагноза не соглашается Федеральное медико-биологическое агентство под руководством главного специалиста-профпатолога Бушманова. Того же мнения и Первомайский районный суд, который 5 ноября 2015 года обязал Приморский Краевой Центр профессиональной патологии на базе госпиталя для ветеранов войн признать имеющуюся у Юрия Юровского заболевание экзогенный токсический альвеолит профессиональным. Какие у них доводы? Что они исполнили решение суда. Что установлено и признано профессиональное заболевание. Причем указывает, что признано и установлено на основании решения суда. То есть указывают основания, по которым они признают. А факт признания как таковой отсутствует. Нет документов у нас, не можем мы идти дальше. И, к сожалению, та медицинская организация, которая, в принципе, призвана у нас сохранять здоровье человека, она на сегодняшний момент препятствует в нормальном получении метабеспечения, производит всевозможные действия для того, чтобы человек должным образом не лечился и не получал всевозможные реабилитационные процедуры. Пока каждая сторона притворяет в жизнь принцип басни «Лебедь, рак и щука», в которой каждый придерживается своей позиции, здоровье Юрия Юровского крепче не становится. Да и средств на лечение нет. В свою очередь начальник госпиталя для ветеранов войн, руководитель Приморского краевого центра профпатологии, а также их адвокат, уверяют, что действует исключительно в рамках закона. И вообще в судебном решении числится ненадлежащий ответчик. Проще говоря, претензии Юрий предъявляет не по адресу. Но нет такого юридического лица, с которого этого требуют. Его просто не существует вообще. А почему его используют тогда? Потому что решение в суде это установлено. Ну и это откуда мы знаем? Это мы уже не знаем. В том, что, сами понимаете, везде люди, везде, скажем так, допускаются ошибки. Ну вот было при вынесении решения, скажем, допущена такая ошибка. Суд установил ему диагноз. Он поставил диагноз, он поставил заболевание, и потом, после точки, он указал, что это конкретное заболевание профессионально. Это вот выдержка в суде. Значит, после этого, ну, все документы отправлены по последнему месту работы во время условий, как по законодательству. Значит, что дальше, я не знаю. Вот я не знаю просто, что дальше будет. На аргумент о ненадлежащем ответчике судебные приставы, несмотря ни на что, ссылаются на решение Первомайского районного суда и требуют признать заболевание Юрия Юровского профессиональным. Дело все в том, что судебный пристав-исполнитель не может давать оценку принятого судебного решения. В данном документе написано обязать Приморский краевой центр профессиональной патологии провести действие. Если какая-либо сторона с чем-то не согласна, она идет в суд и в судебном порядке, в установленной законном порядке, обжалует те действия, те документы, которые их не устраивают. Поэтому в настоящий момент мы руководствуемся тем решением, которое принял суд. Пока длится спор, уходит время. А оно в случае бывшего механика судна «Эль Грека» равно жизни. Я не могу сейчас думать даже о том, что будет через год, через два. Если я каждую ночь просыпаюсь, и когда у него остановка идет дыхание, я его бужу. Вы понимаете, как это страшно? Алина Черненко, Андрей Макаров, Дмитрий Сухоруков, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Расскажем, как идет ремонт на Партизанском проспекте. И кто стал самым сильным человеком Дальнего Востока. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, в вашем доме предупреждают об отключениях воды. Доллар 30. Доллар 80. Доллар 60. Стоп! Учим не наблюдать, а зарабатывать на этом. Успей записаться на обучение по телефону 279-58-58 до 31 октября и получи его бесплатно. Покупка автомобиля с автоаукциона в Японии на выгодных условиях. Компания «Восток Трансимпорт». Десятилетний опыт привоза беспробежных иномарок. Проведение сделки от начала и до конца. Стопроцентная юридическая гарантия. «Восток Трансимпорт». Только лучшие машины. Звоните 290-69-65. Слышите? Это в Мебельград все бегут за диванами. На них скидки до 30%. Мебельград.рф Визиты судебных приставов, арест имущества, автомобиля и банковских счетов. Запрет на выезд за границу. Всего этого можно избежать. Филиал «Приморская генерация АО ДГК» призывает. Оплатите долги за тепло и горячую воду. Или заключите соглашение о реструктуризации долга. Фракционное лазерное омоложение на новейшем СО2 лазере. Устраняет морщины, подтягивает кожу, улучшает ее структуру и цвет. Центр лазерной косметологии ТИС. Решили сэкономить на такси? Надо было звонить в «Сатурн». Любая поездка до 9 минут – всего 100 рублей. Такси «Сатурн». Модные, стильные светильники от салона «Орион Свет». Новое поступление. Сделай свою жизнь ярче с магазином «Орион Свет». Русская 87В. Торговый центр «Багратион». Сегодня с вами я, Инна Щедрова. И мы продолжаем далее в выпуске. Расскажем, как идет ремонт на Партизанском проспекте. И кто стал самым сильным человеком Дальнего Востока. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, в вашем доме предупреждают об отключениях воды. Теперь без ограничений. На Партизанском проспекте завершился основной этап ремонтных работ. За выходные дни специалисты подрядной организации уложили без малого 2000 тонн щебеночно-мастичного асфальта бетона. В ремонт Партизанского проспекта рабочие начали с фрезерования старого дорожного полотна. Для создания продольного и поперечного уклона уложили выравнивающий слой асфальта, заменили все плиты перекрытия колодцев и решеток, существующих на Партизанском проспекте. Установили полимерно-песчаные крышки люков и решеток. И только после этого началась укладка верхнего слоя. Щебеночно-мастичный асфальт и бетон. Эта смесь приготовлена на кубовидном щебне. Он имеет повышенные характеристики трещиностойкости, длигоустойчивости, плюс шероховатость поверхности. То есть лучшее сцепление колес, отсутствует возникновение колейности от машин. И эта смесь самонивелируется под действием температур. То есть практически он лечит сам себя в дальнейшем. Подрядной организации еще предстоит выполнить асфальтирование заездов к жилым домам и в остановочных карманах, завершить ремонт пешеходной зоны и нанести дорожную разметку. Но на движение автотранспорта, утверждают специалисты, проведение этих видов работ не повлияет. А я напомню, что тема нашего сегодняшнего голосования – другое вынужденное ограничение. Сразу на три дня отключили горячую воду у жителей порядка 50 адресов. Кто-то заранее знал о неудобствах, кто-то узнал по факту. Поэтому сегодня мы решили спросить наших телезрителей. А в вашем доме предупреждают об отключениях воды. Если каждый раз перед выполнением плановых работ в вашем подъезде появляются соответствующие объявления, набирайте 249-88-06. Если же в вашем доме к таким мелочам относятся невнимательно, жильцов заранее не оповещают, для вас номер 249-88-07. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска. А пока посмотрим, как на этот же вопрос жители Владивостока ответили нашим корреспондентам на улицах города. Да, предупреждают. А как? Иногда объявления вешают. Предупреждают объявления вешают управляющая компания. Да, конечно, постоянно. Нет. Никогда? Никогда. В нашем вешают объявления, но я не здесь живу. Нет. Никогда? Не знаю, мне ничего не сообщали. Иногда. А как? Весят объявления. Бетонный забор совсем скоро установят вокруг Токаревского маяка. Работы над его возведением ведутся уже несколько дней. Таким образом, Министерство обороны решило защитить стены строения от различных надписей и рисунков. Спустя всего пару дней одна из главных достопримечательностей Владивостока потеряет свой прежний облик. Стоит отметить, что горожане восприняли новость о появлении забора неоднозначно. Кто-то поддерживает решение оградить маяк, другие уверены, что забор только испортит вид. Есть еще третье мнение, что вандалов ничего не остановит. К другим темам. Готовим у моря. Осенний кулинарный поединок под таким названием прошел в минувшие выходные на базе отдыха «Маяк». Организатор мероприятия – Восьмой канал. Конкурс является продолжением летнего кулинарного поединка, который состоялся в июне. Проект повторили по просьбе телезрителей. В кулинарном мастерстве мог принять участие любой главное – желание. Среди всех заявок отобрали пять команд. Какие блюда готовили у моря и кто победил в материале Валерия Белоус. Начинаем отсчет. Обратный. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Как и положено на кулинарном поединке, все нужно делать очень быстро, но аккуратно. Всего три задания, время ограничено. Участники должны приготовить салат, блюдо из мяса и кулинарный сувенир. У каждого фиксированное количество продуктов, которые предоставляет Восьмой канал. Набор продуктов у всех одинаковый. Это доступные овощи, фрукты, мясо, все, что можно купить в магазине, в обычном. В конкурсе от Восьмого канала участвуют пять команд. Две семейные команды, остальные – коллеги и друзья. Адмиральские маячки, кулебяка, простофеи, стук-ложки и душевная кухня – так назвали себя кулинары. Профессиональных поваров среди участников нет, но абсолютно все любят готовить. Мы хотим сделать, ну, в первую очередь, на гриле, как положено по правилам. Туда пойдет вход еще на гриле овощи, обязательно. И наша основная идея – это все скомпоновать так, чтобы было всем интересно. Соус, свежий перец, помидор, зелень и, в общем-то, все. Соус для мяса. Закуска, варенованная с луком и с огурцами. Вот она очень хорошо к мясу идет. Ну и сейчас будем готовить гарнир. Обожгли перчик. Сейчас мы убираем вот эту кожицу, и внутри он очень вкусный стал, такой прям сладенький. Это будет часть соуса у нас. Потом мелко режем его, добавляем в два соуса. Один майонезный, один томатный. Вот такой секретик у нас небольшой есть. Мы хотим накормить всех, поэтому у нас такие огромные куски мяса. Что мы сделали? Взяли свинину, замариновали ее в майонезе, добавили немножко, чуть-чуть уксуса, немножко лимончика, еще не солили и лук. В принципе, все. Конкурс оказался интересным не только для самих участников, но и привлек внимание других отдыхающих базы «Маяк». Для этого постарались партнеры и спонсоры мероприятия – компаний «Ратимир» и «Карел». Друзья «Восьмого канала» рассказывали о своей продукции и угощали гостей. Уникальность нашей продукции заключается в том, что вся эта техника сделана для здорового образа жизни, для поддержания здоровья, для здорового питания. Сейчас это, во-первых, очень важно и модно стало. Оценивали кулинарное мастерство не только судьи. Попробовать блюда конкурсантов мог любой желающий. Без куска колбасы не прошел мимо и четверолапый друг. Судя по его морде, он тоже остался доволен. Очень сложно было оценивать участников, потому что, к моему удивлению, все были подготовлены на очень высоком уровне, очень вкусная еда. И мы уже просто ориентируемся на какие-то там нюансы. Кто-то красивее, кто-то креативнее. В целом, то есть по качеству продукции, подготовки, все было очень вкусно. Прекрасное мероприятие, отличная задумка и великолепная реализация его. Готовить на свежем воздухе – это, в принципе, выигрышная позиция в любом случае. Здесь и аппетит, и настроение, хорошая музыка, светлые люди. Мне очень все понравилось. Готовим у моря. Мероприятие с таким названием «Восьмой канал» устроил впервые, но кулинарный конкурс компания проводит уже во второй раз. Призы получили абсолютно все участники, но главный подарок достался только одной команде. Случайно увидела на Фейсбуке пост о том, что «Восьмой канал» проводит этот конкурс. Я своих девчонок, с которыми мы не в одном проекте участвуем, позвонила и предложила. Девочки, поедем? Поедем, да. Мы будем подержаться. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Ура! Приморский сафари-парк по версии российского научно-популярного страноведческого журнала «Вокруг света» вошел в 12 лучших зоопарков мира. Тройку лидеров возглавляет крупнейший зоопарк Канады – Торонто-Зу, единственный зоопарк в Соединенном Королевстве Великобритании – Эдинбург-Зу и один из старейших зоопарков США в Вашингтоне. Приморский сафари-парк занимает в рейтинге шестое место. Отметим, что наш сафари-парк существует с 2007 года. А широкую известность он получил благодаря дружбе Тигра Амура и Козла Тимура в конце ноября прошлого года. И к новостям спорта. Самый сильный человек Дальнего Востока. Именно такое звание было на кону чемпионата по силовому экстриму, который прошел во Владивостоке. Десять самых что ни на есть геркулесов нашего региона тягали штанги, поднимали бетонные ядра и всячески шокировали зрителей своими бескрайними возможностями. Кстати, болельщики тоже не оставали в стороне и ощутили на себе всю неподъемность снарядов. О том, кто же все-таки стал сильнейшим человеком Дальнего Востока, расскажет Максим Яковлев. Бревно весом 140 килограммов – это только разминка на этих соревнованиях по силовому экстриму. Во Владивостоке в очередной раз спортсмены выявляли сильнейшего человека на Дальнем Востоке. В турнире за такое почетное звание боролись 10 участников из самых разных уголков региона. Из Хабаровского края трое участников, из Приморья пятеро нас, один человек с Камчатки, один с Якутии, также были люди с Благовещенска, Сахалина и Еврейской обстановной области, но они, к сожалению, не прошли минимум, не прошли квалификацию. Поднятие бревна, становая тяга, переброс бетонных шаров – силачам предстояло за два дня испытать свое тело несколькими сотнями килограммов. Что-то давалось легко, а что-то едва ли не травмировало спортсменов. Александр, кстати, действовал на грани своих возможностей, в связи с чем, скорее всего, и попал сходу в лидеры турнира. Участник и одновременно организатор соревнований отдувался за весь Владивосток. Это не отдуваться называется, называется «Большая честь представлять Владивосток». Ну, тяжеловато, но, я вам честно признаюсь, на этих соревнованиях не должно быть легко. Если будет легко, это уже не силовой экстрим. Нагрузки и должны быть на грани просто человеческих возможностей. Кстати, чтобы удостовериться в том, что веса действительно неподъемные, ведущие турнира пригласили к снарядам и обычных зрителей. Им дали попробовать облегченные версии бревна и штанги, но легче они были всего на пару десятков килограммов. На удивление жюри, самые, казалось бы, обычные жители Владивостока с задачей справились. 80 килограмм! Просто босил из Владивостока! Просто понимание было! Как зрители, так и сами спортсмены соревнованиями остались довольны. Для участников, которые, между прочим, представляют силовой экстрим у себя в городе, этот турнир и вовсе помог вновь напомнить обычным людям о таком тяжелом виде спорта, где каждый силач может точно узнать, на что он способен. Мне больше получается, я думаю, что я так думал, бревно, но сегодня немножко не получилось. Покрышка, тяговые упражнения, но и мне нравятся камни. Камнях у меня не так много опыта, но поднимать камни мне понравилось. Чтобы быть сильным, это заниматься либо тяжелой атлетикой, либо пауэрлифтингом. Не особо поднимать именно эти снаряды, то есть наращивать силу, а это уже как показательное выступление, показывать свою силу. В итоге, как ни старались приезжие спортсмены показать всю свою силу, обогнать по очкам Владивостокского атлета им не удалось. Александр Мирошниченко второй раз подряд завоевал звание сильнейшего человека на Дальнем Востоке. Второе место турнира ушло Александру Басенко, а замкнул тройку лидеров Евгений Иванов из Якутска. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Установить профзаболевание нельзя обжаловать. Суд ставит запятую в начале, чиновники в конце. Моряк, рисковавший жизнью и здоровьем, не может получить компенсацию за выполнение служебного долга. Готовим у моря. По просьбам телезрителей, 8 канал совместно с партнерами вновь провел кулинарный поединок. Во Владивостоке назвали самого сильного человека Дальнего Востока. В городе отгремел чемпионат по силовому экстриму. И подведем итоги онлайн-голосования. Напомню, мы спросили телезрителей, а в вашем доме предупреждают об отключениях воды. И сейчас самое время остановить голосование. Результаты голосования уже на вашем экране. Отключение воды – дело неприятное, даже если об этом сообщают заранее. И чтобы не повторилась известная ситуация с инженером Щукиным из 12 стульев, читать объявления в собственном подъезде все же полезно. Есть что добавить? Пишите на страничках 8 канала во всех социальных сетях. Или звоните номер 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу? Мы поможем 8 канал. Главное – Владивосток. Синоптики предупреждают, что заморозки не за горами, поэтому отдых на свежем воздухе лучше не откладывать. Особенно, если это пикник с хорошей компанией, как, например, командой 8 канала. Напомню, замечательный уикенд с телезрителями провели мои коллеги. И напоследок предлагаю еще раз вспомнить, как прошел наш кулинарный поединок на базе отдыха «Маяк». На этот раз без комментариев. На этом все сразу после прогноз погоды. А с вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на 8. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok